Они оставили своих родителей и мужей, взяли самое необходимое и ушли на войну. В рядах вооруженных сил Украины наравне с мужчинами воюют и женщины. История одной из девушек на передовой. Далее в сюжете. Между обстрелами Марина наводит красоту. Она гранатометщица. Третий год воюет на передовой. Я могу ходить полдня ненакрашенной. Бывает и такое, что я делаю это вечером. Делаю это для себя, если есть такая возможность. Наводить красоту Марине помогают и сослуживцы. Я могу себе покрасить полголовы, сколько вижу в зеркало. А сзади не могу. Прошу парней. Если у меня есть краска, развожу, мочалку дам, ту, что для посуды. Кусочек оттуда отрежу, даю и говорю. Мажешь только корни. Не мажь полностью, чтобы не повредить волосы. Делают. Любим, уважаем, помогаем. Краску даже и покупаем. Побратимы дали девушке позывной Ксена. Самое тяжелое для нее на передовой – смерть товарищей. Когда хоть один украинец погибает, воспринимаешь это как личную потерю. Боюсь потерять близких мне людей, особенно тех людей, которые меня окружают. Марина – единственная девушка на позиции. Она очень хорошо владеет гранатометом. С первого раза может попасть в любую цель врага. Она также хорошо владеет автоматом. Марина с нетерпением ждет окончания войны. Но на уступки врагам не готова. Я не соглашаюсь на обычный мир. Прекращение огня так, как оно есть, оставить линию фронта. Я на это не соглашусь. Я соглашаюсь на то, чтобы мы полностью отвоевали свою территорию, свою землю. Россия капитулировала и получила заслуженное наказание. Девушка мечтает вернуться домой, расцеловать маму, погулять с любимой собакой и расслабиться в горячей ванной. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV.